здравствуй дорогой зритель снова мои руки здесь и сегодня хотелось бы поговорить про такую вещь как лютый пиздец сейчас вы поймете о чем я ну то есть это там приходит посылки с такой дыркой да бог бы с ней с этой дыркой на это даже не обращается внимание абсолютно потому как основное что находится внутри не повреждено то есть вот там вот эту мы не парить раскрываем ну 4 4 64 пришел вот приходят они как правило в такой пупырке то есть видите телогрейка вот один одна полосочка и вторая полосочка 3 полос 4 полосочки на этой телогрейке лопнуло такие телогрейки я выкидываю смотрим следующую посылку а почему я их выкидываю потому что ну достаточно большое количество телогрейка приходит хорошим живом состоянии и для пересыл используются они так 4 а 2 16 золотой все сходится все хорошо за исключением того то что у меня в январе 6 посылок с телефонами ушли в никуда опять же 4 а и полностью живая пупырка это полностью живая пупырка уходит у нас справа потому как в таких живых пупырках я делаю пересылку клиентам которые заказывают а вот теперь тот самый лютый пиздец вы понимаете да уже нет повреждение на самой посылке я никаких не вижу давайте посмотрим что же пришло внутри и это телогрейка ни одной живой части телогрейки нет при этом вот где вы прокололись очень большой вопрос вот ребят что нужно было делать а я полностью уверен что китайцы отправил все это дело в полноценное телогрейки что вот никаких повреждений не было и вот она она пришла 2 вопрос зачем и как то есть вот кроме как умышленно так сделать я другого варианта себе представить не могу да но опять же умышленно зачем как вообще вот это вот произошло то что вот такая вот телогрейка который пофиг нафиг все и вся превратилась вот в такой вот пакетик я не понимаю помимо прочего ну вот беда какая да там у меня первыми числами января три посылки вышли с конечной точки и в мое отделение не зашли но их можно уже не ждать потому как вся корреспонденция теми числами вышедшие из видного уже обработано одна посылка у меня опять же потерялась после внуковской таможни абсолютно нормальное явление и две посылки пришли в мое отделение и растворились в нем вот здесь была самая-самая-самая лютая гадость которая только может быть потому как я открываю спор а защита али говорит уважаемый судя по треку они лежат в вашем отделении вы всегда можете прийти и получить я бы нет ребят я не могу это сделать ну давайте я вам сейчас чем-нибудь докажу я прихожу в отделение игру дайте мне бумагу что я а посылки не получал а б что вы их не можете мне выдать не готово с таких бумаг не предусмотрен тащи на войс давай мы там те компенсацию какую-то там что-то будем делать и так далее тому подобное ну то есть вот нашли мы выход как из этого положения выйти да то есть проблем никаких денег не уже по ним вернули но опять же да ну представляете там было на 15 тысяч этих двух посылках ну считая там два месяца у меня 15 тысяч где-то был ты халисе вернулись мне обратно деньгами вместо того чтобы там дать какую-то оборудку это без а базе паршиво по этой причине я стараюсь не отправлять посылки да там телефон и так далее почтой я стараюсь отправлять все дела курьерской службой благо доходит быстро и по ценнику получается ну плюс-минус то же самое в основном это 350 рублей бывают некоторые отдельные места где-то стоит чуть-чуть подороже да чё далеко ходить в республику беларусь все это дело доходило за сжатые сроки и по цене это стоило 400 если не ошибаюсь или 500 рублей ну то есть вот как бы абсолютно земные цены и в беларусь все это дело прибегало а у белорусов из-за границы большие таможенные пошлина взять отсюда получается гораздо выгоднее лютую гадость я показал очень я удивлен то что внутри ну на самом деле вот небольшие только небольшой уголок только замялся и не более того это меня удивляет в остальном наушники даже идти не помялись установит меня все это дело радует поэтому ругаться я матом не буду с вами попрощаюсь всем всего до скорых встреч к чему это видео снял большой вопрос ну вот как бы один из вариантов появился ну хотелось бы услышать ваши отзывы как это произошло для чего это делалось и вообще чё с этим делать ну и с пропадающими посылками опять же досмотреть я прихожу посылка потерялась пиши заявление на розыск без инвойса мы его рассматривать не будем и вот ты хоть опишись а в итоге наказываться не будет никто то есть когда вот там вот разговариваешь ребята почему вот в этом месте много теряется ну оттуда много тащит все ребят много тащит где посадки почему вы их не сажаете у вас воруют да вы их не сажаете дам катастрофические суммы набираются то есть там вот сортировка шараповская да там таможня вот там вот ну прям вот десятками пропадают товар в общем беда печаль что с этим делать не ясно хотя может быть скоростью дело закроется как у нас начнется таможенная фигня суммы возимые опустятся как в беларуси или беларуси и будет очень не до заказов из китая ну да ладно значит планирую кстати скоро на всю линейку сяоми сделать такой разовый обзор сейчас пятерки и 5 плюс придут и думаю наверно смогу все дело забубенить теперь точно прощаюсь до скорых встреч пока